в разных мы с тобой условиях да ну что мы уже все привет все уже пишем да привет всем привет вот в этот раз мы решили не затягивать и сделать следом еще один выпуск сколько неделя прошла до ровно неделя потом будет перерыв сейчас вот надо записать тоже в таких условиях я сейчас дома жена поехала по делам на полтора часа дочь еще спит и поэтому я такой знаешь остался дома и мне надо в эти полтора часа с тобой сейчас вот все уложить потому что если дочь проснется или жена придет я уже буду такой думать о том как нам надо закончить подкасты и дела в общем-то это урвал немножко времени сара не то что не то чтобы им не нравится просто я буду об этом думать знаешь то что я наверное может кого-то щемлю а вдруг кому-то надо зайти но у меня такая фиговина вот рассказывай что у тебя случилось за эту неделю что с тобой произошло какие новости ну честно у меня эта неделя была максимально рутинно ты знаешь что когда наступает плохая погода сейчас не знаю как у вас на харькове плохая погода каждый день дождь то вот моё настроение начинает соответствовать этой погоде но не то что я прям грущу а я становлюсь знаешь таким монотонным каким-то и погруженным себя в частности в работу поэтому вся эта неделя была посвящена работе работе как над новым проектом так и над сайт проектом этом параллельно занимаюсь еще корпоративными заказами ну то есть любой человек по факту если у него есть какая-то идея и не очень сильное желание и эту идею воплощать жизнь в каком плане то есть ему не хочется варить что-то то есть но при этом есть классная идея есть какой-то маркетинговый проект и так далее то есть ко мне такие люди обращаются я для них делаю говорю какой-то условно крем для волос там я не знаю для бороды что-то они уже делают весь остальной маркетинг вот примерно как я только я сделал всего лишь одну баночку но я имею ввиду у меня нет ассортимента но да 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 как вот как мы тебе делаем бальзам но при этом это распространяется на разные продукты то есть иногда но мое желание ему ну точнее не желание моё любопытство и интерес ко всякому новому заводит меня в странные дебри то есть я раньше я как поступал я делал что-то на основе своего ассортимента то есть это была частая история коллаборации с барбершопами например либо с какими-то мастерами которые говорили вот мне очень нравится твоя глина для волос а если мы сделаем ее чуть мягче там какого-то более другого цвета и там не знаю вишневый запах это реально груда реально там минимальная партия такая то а у меня достаточно демократичные цены и минимальная партия всегда небольшая но там это несколько десяток баночек 10 20 то есть не сотни ну потому что я люблю такие проекты мне очень интересно вроде то же самое но что-то новенькое но все равно мне по кайфу я за любой такой эксперимент то есть я раньше с этого начинал потом меня это завело в то что я сейчас делаю кита вещи которые вообще у меня нет в ассортименте фиг его появится ли вот я сейчас работаю над диффузорами например и то есть мне вкинули эту идею давай сделаем какие-то диффузоры ну и моя основа это даже не сама формула диффузора а проработка ароматов а так как я последнее время угорел по ароматам то есть твердый одеколон там и так далее то для меня это новый вызов и новый челлендж сделать классные ароматы для дома вот поэтому вот вся неделя пошла под эгидой каких-то таких вещей ну и плюс мне нельзя забывать про основной ассортимент потому что у меня такая специфика что я никогда не делу очень много стафа то есть он заканчивается я его подвариваю чтобы всегда был свежак вот понятненько так что знаю знаешь вот эта рутина накапливается просто я чувствую что я подустал за эту неделю что знаешь было больше работы чем каких-то эмоций связанных с этой работой поэтому работая над чем-то новым знаешь я добавляю эмоциональность в работу и я как-то больше удовлетворения на выхлопе чувствую знаешь от этого то есть все таки рутина меня последнее время сильнее съедает понял но у нас погода тоже знаешь очень много дождей но вторую неделю подряд например идет идут дожди на выходные все рассеивается как будто знаешь специально таки вот выходные вот вам типа солнышко короче и так все сразу тепло потом опять дожди вот но предыдущая неделя была по трешой а это такая знаешь она с дождями но все равно уже ну так полил например потом хоп там солнце вышло потом душно 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 опять полило потом хоп опять вроде нормально вот сегодня там вчера позавчера я спокойно хожу там в майках в шортах в солнечных очках но мне окей и сегодня вот с утра я ездил в магазин за продуктами 8 уже спокойно в майке как бы уже тепло солнце палит нормально так что с погодой хорошо и погода да она сильно влияет на то что ты делаешь у меня когда плохая погода я почему-то сразу думаю что и клиенты хотя у меня клиенты да там в разных там частях украины находятся но я почему-то сразу кажется что у них у всех сейчас сейчас точно такое же настроение как у меня и можно толком не работать и ничего не продавать типа потому что все равно никому ничего не надо кому она сейчас надо вот это вот кто сейчас куда пойдет хотя она может быть у меня так а у них совсем иначе ну да теряется настроение мне даже ну так как тоже сам на себя в принципе работаю я могу просто не пойти на работу то есть сидеть дома за компом да там и и что-то делать ну вот по smm свои проекты там какие-то там работа за компом такой много можно не посещать офис вообще вот и такой сидишь типа все равно по николаеву знаешь никто вроде не собирался к тебе прийти что там делать цветы там я вчера полил короче все что все что там есть я знаю вот а потом например кто-то там пишет но заказ какой-то да там падает договорился хоп оплатили такой ну тогда пойду собрал там заказиков просто там часа в три дня оделся уже без ноутбука на работу без всего знаешь просто сумочку все заказы здесь уже оформил из дома взял просто реестр номер пошел там упаковал закинул на почту и домой и в принципе вот эта неделя она примерно такая была хотя погода вроде нормальная но я не знаю что сейчас с людьми вот именно в николаеве они как-то очень мало меня посещают не знаю с чем это связано либо они собирают деньги на отпуск либо они уехали в отпуск либо они думают что сейчас начнется дождь либо что-то еще короче то есть как как как-то не раскачано после после локдауна народ который ко мне ходил он как-то еще не раскачался что ко мне можно опять ходить и поэтому у меня основные все продажи по интернету и собственно я в таком сейчас режиме знаешь не работаю как как раньше знаешь там я мог выставить себе часы работы и старался вот их высиживать вдруг кто-то придет сейчас вообще такого нет сейчас просто кто-нибудь напишет вы у себя этом бля нет а что хотели типа то 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 такое наверное надо идти все-таки человек хороший и можно продать такой могу вас только-то и пошел горкой знаю что-то дождь он как у меня есть как будто есть какое-то инфантильное отношение когда ливень идет и такой знаешь как будто вспоминаешься в детстве такое но это же но это же отмазка это вроде отмазка никуда не идти вроде к сканает да еще последнее время я очень много хочу постоянно хочу спать не знаю я животно такой как жавороны когда там в пять утра легко просыпаюсь целый день нормально там себя чувствую и под вечер ну там старался раньше до десяти уже засыпать а сейчас как-то тоже вот с пост к видам со всеми этими штуками я сломал график и сейчас я засыпаю попозже вставать все равно приходится рано но как-то я так наш в пять я все равно глаза открываю но иногда бывает такое что залежу из до шести короче то есть я могу взять просто телефон и начать что-то там читать отвечать короче потом бля час целый пролежал вот иногда могу просто подумать такое ага сегодня с утра в зал не надо по клиентам там никто меня не ждет и все остальное я в принципе успеваю и уснуть там часов до семи но такое даже вот у меня сейчас для меня просто уснуть до семи это прям на такая полдня проспать и и днем стало хотеться спать не знаю почему знаешь если особенно дома остаюсь такой поделал 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 работу потом есть ряд работы которые лучше делать со смартфона короче все с ноутбука себе всякие шаблоны все что надо в смартфон закинул такой а теперь можно прилечь и типа запилить или такой запиливаешь 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 и понимаешь что ты уснул короче просыпаешься такой блин там часик такая не знаю прям вот такая сонливость все время хочется наверно организм не хватает чего-то возможно но ну твоя расслабленность или но твой сбитый режим по сравнению с моим сбитых режимом у у тебя и у тебя знаешь идеальный режим на самом деле там час туда час назад не страшно у меня последнее время невероятные качели я просто я могу работать ну значит бывает находит могу работать до пяти утра поспать потом например часика 4 и опять бодриться потом могу на следующий день спать до трех дня потому что там я выходной решился сделать и это вносит такой какой-то диссонанс странный в жизни что я вообще не понимаю какой день там иногда знаешь плане как будто за один день ощущение два дня как будто прошло если сильно рано встанут я уже победу как будто я уже реально целый день что-то делал ну то есть приколы и все из-за моей какой-то непонятной я не знаю безответственности или что это ну то есть и мне иногда важно дело довести до конца вот и вот это желание довести довести что-то до конечной точки поставить какое-то завершение сильно превалирует на моей ответственностью перед самим собой понимаю у меня дисциплинирует скорее то что знаешь сейчас есть еще другой проект в котором должна быть не дисциплина какой-то знаешь план и график которого надо обязательно придерживаться ну как я себе в этом выстроил мне есть какой-то определенный контент-план план задач и опять же там знаешь некоторые прописывают контент-план на месяц вперед и могут там поставить какой-то там отложенный постинг примеру да и забить но я так работать не могу потому что мне кажется что ты должен жить одновременно с компанией с которой ты работаешь и наблюдать ну как бы дышать и да если ты на месяц вперед продумал это же компания не роботы каждый день что-то случается и то что ты думал месяц назад или там две недели назад возможно через две недели будет уже не так актуально как ты себе напланировал но в плане публикаций и поэтому каждую публикацию я стараюсь создавать день в день то есть у меня в голове они есть крутится примерно что как можно показать в плане примерно что-то забитый но как бы вот публикации каждого дня они делаются в период в во временной отрезок с 6 до 7 утра пока я не пошел спортзал короче если просыпаюсь ем пью там ну вот пока когда сижу пью чай я уже создаю публикации там что-то прописываю обрабатываю фотографии где мне что надо куда подогнать что-то там для телеграм-канала что-то для инстаграма что-то для фейсбука сейчас мне стало еще интересно google наш бизнес-страница google она тоже в принципе работает и работает неплохо потому что люди все равно все гуглят а google сам настроен на на то чтобы самого себя пиарить и если у тебя есть одобренная гуглом твоя бизнес-страница твоей компании то google и всегда подкидывает сбоку когда человек тебя ищет вот а там ты можешь прописать это вот эта страница которая типа с адресом с отзывами это за карты с часами работы да и ты туда можешь акции накидать вообще можешь вести как инстаграм каждый день посты кидать там есть рубрикатор целый там типа товар новость акция и ты их легко выставляешь закидываешь картинки все это крутится есть ссылка на ссылка на было впечатление что люди боятся ее наоборот у меня было впечатление что из-за того что отзывы никак не регулируются что многие люди не хотят чтобы она появлялась но если ты хороший человек или компания то тебе не будут писать плохих отзывов вот и ну как я например знаю по себе и знаю по людям ну там который меня окружают особенно когда ты например где-то катаешься да там или пусть попадаешь в другой город ты начинаешь искать где здесь что можно поесть поесть например да ну это вот для заведений либо где-то что-то купить и если у тебя есть компания с каким-то определенным адресом и люди оставляют отзывы в google то это очень классная штука как раз для людей которые в там например впервые в городе или что-то ищут потому что google он и на картах тебе эту штуку подбросит и в поиске он тебе ее подбросит ну как бы не каждый настолько продвинуть чтобы например по каким-то хэштегом в instagram найти какую-то заведение а потом посмотреть ты гнули и в геолокации и как к этому дать добраться понимаешь но это очень сложный путь а гугл это гугл и по картам гугл очень многие передвигаются нормальные пешком не согласен это сильно сильно обращают на самом деле на самом деле это очень крутой инструмент на который мало кто обращает внимание вот и я но тоже пробую там где-то что-то создаю не для себя для людей с которыми работаю но все равно смотрю как оставляются отзывы он сразу тебе показывает статистику сколько народа это видел сколько народа с этого объявления там посмотрела телефон сколько перешло на сайт но это прикольно и ты за это ничего не плачешь тебе не надо за это платить ты просто сам не забываешь этим заниматься ну короче вот я все это подготавливаю ставлю отложенный постинг и заниматься вот и когда я занимаюсь как бы до часть чего-то пости публикуется мне просто там на браслет вибрируя приходят уведомления я вижу в зале штага это опубликовалось это это ну а часть когда я прихожу из зала знаешь мне надо там принять душ там а возможно там второй раз позавтракать не надо плюс сюда там вот приготовить там кофе жене она просыпается еще что-то и в это время у меня уже публикации сами делаются короче то есть не надо быть этим заниматься вот так ну так это так свое утро прикольно прикольно как-то автоматизировал я себе ну сейчас тоже начинаю как-то смотреть в эту сторону но я сейчас активно используют ложный постинг телеграм для самого себя там либо что-то не забыть сделать она как напоминал работает знаешь либо у меня там куча чатов самим собой по поводу работы и отправки я через телеграм все оформляю так быстрее удобнее то есть у меня прям вся клиентская база в телеграме сейчас вот и тоже часто скидывают там отложенный постинг то что например некоторые отправки не канают сегодняшний день либо чего-то нет в наличии но про них я должен не забыть и оставлю отправку с отложенным постингом она бы либо потом прилетит либо потом могу отложено после не зайти всегда посмотреть поэтому ну приколь прикольный функционал будет достаточно удобно это что он еще отдельным окном идет это все там уж регулировать и перемещать как бы в цепочке меняя время просто она всегда очередность можно поменять если нужно я недавно какую-то статистику просматривал свежую потому ну типа статистика вообще по телеграм кто использует каких целях какой процент по отношению с другими мессенджерами и так далее и там где-то пятая часть опрошенных используют телеграм вот так как ты рассказал то есть в плане планировщика задач какого-то блокнота заметками сохранения музыки каких-то картинок для себя и как файлообменник да да но сам сам для себя от из компа себе что-то накидал каких-то там документов они у тебя всегда с собой как бы и в че что в телеге еще хорошо вот чем я пользуюсь знаешь там в переписках с людьми с которыми например ты ведешь там давно да там несколько лет например еще что-то и тебе срочно надо найти какой-то там дизайн картинку либо там какую-то геометку который скидывали ты помнишь то что ты с этим этот человек тебе скидывал или ты ему когда-то там же когда ты там нажимаешь на типа профиль он тебе показывает сколько ссылок в этом чате сколько фотографий в этом чате сколько документов ты просто по ним перемещаешься и он тебе превьюшками их показывает и ты быстро забираешь именно тот документ который тебе надо то есть все хранится в облаке получается это круто вот этот функционал функционал очень удобно и я его активно использую со своим вместе с дизайнером он мне все сливает туда а я потом я понимаю что когда я захожу в картинке то там превью дизайна а файлах всегда архивы с нужными мне названиями то есть я по названиям просто быстро нахожу и зачастую я какой-то дизайн который в разработке я его не 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 скачиваю себе на ноутбук там или еще что-то я просто он там висит в телеграме я могу даже если это какой-то дизайн знаешь долгоиграющий то есть у меня бывает такое я придумаю продукт если дизайнер не загружен ну по факту это товарищ мой денис если денис не загружен то я ему скидываю какой-то тз он делает дизайн и у меня есть некоторые примеры дизайна которым там год уже то есть я его все еще не реализовал потому что у него не могу все покрыть либо не актуально либо еще что-то и он просто висит там на файлообменнике архивчиком даже я его даже не скачивал ну я всегда могу к нему вернуться он там висит очень удобно да да вот теперь просто интересно дурни все это круто сделал а сейчас ему все хочется это как-то монетизировать ну как я понимаю я думаю как дурни фото сделать а господи да 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 лицо ржущего дурни вот такое думаешь что он там сделал да вот это я спутал дуров дуров конечно у меня просто дуров не часто в диалоге всплывает а дурни в чаще потому что у него шоу на ютубе который иногда на работе смотрю да круто оговорился да дуров дуров не telegram ну то есть там и магазины сейчас развивается и ну как бы в будущем он прикольно что есть такой сервис прикольно что есть такой сервис и какие-то позиции отстаивает и так далее то есть и для меня сейчас знаешь telegram стал каким-то образцом мерила прогрессивности что ли то есть к знаешь как в какой-то момент было деление что вот эти вот старички сидят в одноклассниках студенты сидят в контакте а типа средний класс сидит в фейсбуке всегда было какое-то такое плюс-минус отношения ну пока не выпилили в к в украине не выпилили запретили доступ всегда была какая-то градация и там условно сейчас же похоже градация есть мессенджерах что там вайбером пользуются кита сумасшедшие олскульщики которые почему-то продолжают им пользоваться там ватсапом хоть он неудобный все равно кто-то к нему привык и тоже продолжает пользоваться и всегда так удивительно когда там компании или еще что-то ты такой а скинь мне в телеграме и человек отвечает а у меня нет телеграма и это знаешь так ну прям знаешь как ты прям запинаешься и такое мне теперь что об этом человеке хуже думать почему-то вот он стал таким каким-то ощущение ощущение современности при ну привносит на человеке ну да но смотри во первых ватсап он вроде как он он принадлежит фейсбуку но в то же время им большинство пользуется в россии потому что в россии запрещен как бы телеграм да одно время там его запрещали и блокировали и люди я не знаю сейчас они там пользуются через vpn или нет но а нет 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 все нормально телеграм разблокировали роскомнадзор не смог победить не смог победить но они его разблокировали но я так понимаю телеграм не стал пользоваться той популярностью который должен был пользоваться там и большинство там все равно пользуется ватсап но судя по тому как мне даже знаешь на сайте какие-то заказы оставляют я не отсылаю в россию сейчас у меня уже такая прям принципиально но всегда прям пишут типа ответьте в ватсап ответьте ватсап номера кидать либо начинает мне ватсап писать то есть он у меня есть но для я его открываю там не знаю раз в месяц и вижу вот нифига там какие-то уведомления по приходили ну такое вот так же как я снес свои страницы в одноклассниках и вконтакте ну просто чтобы вообще не было желания туда никакого заходить даже смотреть там какой-то vpn включать нахуй не нужны вот вайбер просто сливает очень сильно свои базы и им пользуется куча каких-то беспонтовых рекламщиков он этим напрягает плюс в том что в нем создаются группы из которых ты быть выйти не можешь ты можешь и просто типа замьютить на 30 дней а потом она опять появляется вот и когда-то ты об этом не знал и повступал да там в какие-то группы там каких-то класса дочки в школе детский сад чат двора и проще шляпа в который как 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 какой-нибудь христианский праздник так несутся вот эти вот иконы с иисусами короче ну и плюс все магазины в которых ты нечаянно засветился или еще что-то там типа эпицентров метро но это еще более-менее там они не так часто но некоторые просто так сильно спамят короче ну и поэтому вайбер ну такой отстойный а телега были но она как-то вот никакого спама не летит ты выбираешь настраиваешь и каналы можно там какие-то мьютит читать плюс ты можешь очень классно себя его внутри оформить там создаешь сам себе какие-то папки группы до перемещаешь контакты этот туда этот туда у меня все помечено ярлычками там клиенты по чаю в этой папке там наш клиенты такие в этой люди которым интересно это в этом family здесь короче все боты в другой папке все каналы в 3 ну вот так короче и я нормально как это сказать ориентируясь в нем вот и для меня это офигенная штука плюс так как сейчас почему-то весь мир помешался на как это сказать на любителях радуги и уже уже через чур короче то что там наш вот как будто больше не о чем писать и не о чем нечего отстаивать они там всякие там радужные фэштеги инстаграм придумывает да там фейсбук там тоже там за прайд 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 у них кругом короче кругом геи вот их наверное кто-то щемит но мы сейчас вот за них и получается вот сейчас это уже все так выглядит что инстаграм и фейсбук это соцсеть для гомосексуалистов но потому что вот все что связано с ними это все охуенно а все что про них не сказано или там где-то кто-то сказал что-то против это плохие люди их надо забанить и куть ну реально да какая-то свобода слова в инстаграм и фейсбук ее нету вообще то есть если ты где-то что-то не так написал то на тебя сразу какие-то мудаки пожаловались и тебя забанили вот улетают куда-то страницы непонятно получаешь какие-то блокировки короче я вот недавно тоже там схватил бан на рекламную деятельность на что-то еще и даже без уведомления почему не никто ничего не говорит типа вот 30 дней у вас подозрительная активность 30 дней вы не можете пользоваться я на фейсбуке блин почти 10 лет всегда все было нормально а тут у меня какая-то блять подозрительная активность появилась слушает а у них какой-то по ходу то ли бог то ли бзик то ли еще что-то потому что ты не первый кто мне это говоришь вот у меня у товарища ты его тоже заблочили на 30 дней но там еще жестче он и лайкать не может и так далее за из-за подозрительной активности и он вообще не понимает почему потому что он не раскручивать страницу то есть он возможно когда-то пользовался какими-то сторонними сервисами но это было там год тому назад или там два то есть это было давно уже по-другому тут скорее всего либо ты состоишь какой-то группе где какой-то человек написал что негры там они негры короче вот они афроамериканцы и можешь попасть под подозрение потому что так как ты состоишь в этом же сообществе где есть такие нарушители либо ты когда-то что-то репостнул там просто есть еще такая система я не знаю как она там правильно научно называется то есть нету срока давности то есть если ты когда-то где-то что-то постил она алгоритмом считывается и если сегодня это становится ну как бы плохим то алгоритм эту штуку подбирает в копилочку твоих грехов ну вот примерно так настроены и если вдруг где-то кто-то еще с каргу на тебя направил как бы ему не понравилось что-то написал или где-то ты ответил на какой-то комментарий то она как бы скапывается потом в определенный момент такой хлоп короче и там типа вы нам важен как пользователей но вот вы тут немножко хуёвничайте короче пока вот месяц посидите без носу с урезанным функционалом типа потом мы посмотрим ну и и вот так ну и это же работает как бы не люди а работает алгоритм как его там прописывают по любому с какими-то багами и где-то он может что-то засчитать не так где то ну вот короче но вот эта фигня летит и есть такой лайфхак в среди там типа таргетологов да там маркетологов этом читаю что сейчас например очень легко работает лайфхак когда тебя банят а ты берешь и просто пишешь типа в службу поддержки начинаешь с той фразы то что вы меня забанили потому что я гей и говорят то что там буквально в течение часа происходит разбан ну то есть ты понимаешь какой бы ты казарный какой бы ты козырный пацан бы не был но если забанили стоит написать внизу я такое писать не буду но есть такой лайфхак как бы понимаешь очень смешно я не знал об этом вот ну вот ну и я про что говорю то что через чур знаешь но вот этот как этот называется да там толерастия она на нас настолько жестко пошло что как будто сейчас вот кроме вот этих вот меньшинств которые быть уже большинством становятся всех остальных уже не замечают и все остальные как раз ну получается что их уже начинают щемить ты реально не можешь высказать свое мнение если она не соответствует с какими-то там общими какими-то понятиями навязанными то рано или поздно ты попадешь в блокировку либо твой пост снесут потому что он кого-то там оскорбляет и блять но это настолько все вылизывается что скоро вот эти соцсети станут ну настолько там как бы политкорректными да и вот очень очень толерантными что ты будешь просто какую-то выглаженную хуйню писать глянцевую который никому не интересно вот и соответственно связи с этим но как бы у телеграма есть будущее о конечно есть хотя его там пытались уже там прищемить во время когда вот с трампом была ситуация что многие люди которые поддерживают трампа перешли в телеграм начали создавать свои чаты и так далее я сейчас хотел немножко другое сказать мне кажется что эти мы немножко подменяем понять в своих головах точнее мы воспринимаем просто все эти приложения как часть интернета интернет это же всегда типа про анонимность и про свободу слова как будто было но по факту если посмотреть на какую-то хронологию появления различных сервисов то они всегда на начале своего появления были всегда за все хорошее против всего плохого а потом когда они набирают аудиторию гайки закручиваются и не приходят какому-то очень приглаженному виду то есть вот если посмотреть тот же youtube youtube же раньше был по факту это сборище роликов до минуты если не ошибаюсь то есть там же на ю тубе сразу нельзя было длинные ролики забивать то есть первый ролик который выложили там был какой-то до минуты про котиков если я не ошибаюсь то есть первый ролик про котиков и потом он начал просто как хранилище каких-то коротких и видеороликов для для людей просто и все тут это как сам себе режиссер короче сливаешь туда просто какие-то видосики и все никаких там бюджетах и речи не было и не было никакой цензуры само собой начал подыматься сервис сейчас смотри и страйки и все что угодно и тебя могут монетизацию снять если ты материться будешь куча жестких правил там на показывание оружия там и так далее что тебя рейтинги приписывают будет предупреждение там если вдруг ты случайно показал даже игрушечный автомат на одну в ролике на ю тубе показал у тебя будет предупреждение каждому твоему зрителю будет предупреждение появляться автоматически что возможно показывается неприемлемый контент и тебе нужно будет согласие жать на просмотр контента то есть вот он прошел какую-то историю то же самое в к если мы вспомним в к поначалу это же вообще был просто какой-то один сплошной торрент фильмы смотрели в к музыку пиратскую слушали там это же вообще в контакт это был чисто про свободу но это же был как раз да 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 потом mail.ru выкупил все это дело ну и плюс как бы и давить на дурва начали потому что начали в страну ну в снг приходить правообладатели уже стало появляться какое-то правовое поле все-таки более более какое-то прозрачное и в результате что мы видим что на если сейчас я в к заходил недавно посмотреть что там происходит то сейчас они у них есть подписка на музыку нужно достаточно давно они сейчас интегрируют marketplace и что на базе контакта на базе своей группы ты сможешь сделать именно сайт какой-то шаблонный понял и он будет как бы на серверах в контакте они прям но развиваются но при этом у них тоже цензура все это читается другом фсбш ником но старшим лейтенантом за репосты и за лайки в контакте можно срок получить это реальный факт причем там до абсурда доходит что есть целые отделы каких-то интернет фсбш ников которые мониторят странички и иначе и начинают нагибать за экстремизм за всякую за оскорбление чувств верующих даже за сохраненные картинки которые были сохранены еще знаешь там 2008 году каком-нибудь ну то есть как бы что было что встал и мне кажется это ожидает любую соцсеть но тоже самое этих дуров же садов какой-то тем не был не соглашался там же почему у него его отжимали как раз за то что он не соглашался сливать базы сливать базы сотрудничать его же не просто там mail.ru выкупил у дурова его но просто собрали грубо говоря забрали почему дуров не живет в россии как это та же самая песня которая с чичваркиным когда у него отжали евросейцы да 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 так что ну дур дуров как раз ну вот но видишь дура молодец он ушел немножко в другое поле где его сложнее теперь прижать вот этот мессенджер то есть да их бы саму саму технологию построил так что как бы сложнее докопаться не не читал про него вообще вот как это все развивалось контакте как у него отжимали все эти темы нет но я скорее смотрел какие-то псевдо документалки на ютубах ну то есть какие-то журналистские это проекты дима того же господи как он с парфеновым который работал журналист господи редакция снимала про интернет какой-то проект и какие-то похожие такие смотрел да да пивоваров алексей пивоваров вот редакция да у них был про интернет про одноклассники про конкуренцию со вконтакте и так далее ну я любопыт стал да мне интересно было у дурова там просто есть момент я книжку читал не помню как она правильно там называется код дурова что ли там фишка в том что когда фейсы к нему уже ломились что-то там у него забрать и у него ну он не хотел он как сказать какую-то важную информацию короче была на маленькой флешке он этом куда-то прятал по когда они уже ломились в дверь и пряча эту флешку он подумал о том что надо срочно скинуть своему брату сообщение где это искать если его заберут типа опубликовать данные и вот в этот момент родилась идея создать такой мессенджер который никем не будет читаться со своим кодом к ну то есть вот тогда рождался telegram прикольно именно в такой ситуации знаешь когда типа надо чтобы вот вот можно было и все и он понял то что будущее не за у него же даже есть этот его выражение которое все используют да то что будущее за мессенджерами типа в социальных сетях будут сидеть там старики или как ну что такое короче то что это уже не актуальны и типа будущее за мессенджерами ты в принципе после этого ему и контакт уже ну скорее всего не так жалко было оставлять потому что он понял что надо развиваться вот 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 в такое в таком ключе ну и плюс и кстати в тему тоже того же инстаграм и так далее мы забываем что это ну фирмы частные фирмы там либо акционерное общество но все равно они транслируют какую-то политику повестку стран откуда не происходят то есть как вами как в америке нет на самом деле цензуры словом то есть она есть просто там же каждый телек телевизионный канал кому-то принадлежит тот же cnn там и так далее fox news и каждый продвигает свою повесточку вот поэтому ну я к чему веду что как бы это ожидаемо что фирма частная там например или вот инстаграм тот же что он со временем будет продвигать сильнее какую-то свою повестку а мы же все соглашаемся на их условия когда устанавливаем приложение и так далее и у нас нету какого-то рычага все-таки борьбы с их правилами потому что мы и так уже на все согласились ну забанили тебя ну и что ты что ты сделаешь суд пойдешь против инстаграма ну условно ну то есть как что что делать кроме как жаловаться в их же службу поддержки ну то есть ну да так что мы все люди в такой ну в равных условиях к условиям да 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 все у меня все хорошо просто так мы все в каких пропал пропал а потом как-то быстро заговорил кого-то догнала знаешь это может глючит связь потому что мне тут что там под техподдержка монобанка наяривала параллельно не могу понять что там случилось потом уже буду разбираться вот они еще параллельно мне в телеграм написали я может из-за этого знаешь но перебила так хочу я в общем я о том что о какой свободе слова можно говорить если мы ограничены рамками пользовательского соглашения пользуемся приложениями каких-то частных фирм будь то акционерное общество неважно у них есть своя повесточка и они по факту все-таки продвигают то что происходит у них стране вот и все и мы находимся в правовом поле их стран ну по факту то есть россия конечно у себя там пытается щемить их как-то забедлять там twitter еще что-то штрафовать там youtube и facebook и вот я часто в новостях читаю что там распотребнадзор который раз оштрафовал там youtube за то что он не хочет удалять какие-то ролики с призывами на незаконные митинги ну то есть но это так сказать это их война я нашел дуров сказал то что друзья в социальных сетях это явление из 2010 года все кто нужен уже давно в мессенджерах да да ну на самом деле все правильно он сказал зачем нам сейчас вот эти странички наши раньше наверное было прикольно потому что мы как будто знакомились интернетом ну и знакомились тем что мы можем общаться с друг с другом настолько свободно быстро и так далее и то есть и мы все как-то хотели себя презентовать и соцсеть в итоге было всем и аватар очки мы меняли и картинки выкладывали и видосики выкладывали так далее а сейчас прошла просто фрагментация сегментация для картинок у нас и там каких-то видосиков небольших у нас instagram для каких-то больших видосиков у нас youtube для переписок в итоге максимально удобно стал не чат уже а мессенджер какой-то в результате все стало сегментироваться и мне кажется это как бы логичная какая-то эволюция но вообще как я это все вижу ну и не только я мне кажется то что эволюционеры соцсети сейчас идут к тому что это будут просто большие маркетплейсы есть огромная база клиентов да есть ты понимаешь целевую аудиторию вот то есть это классная работа для продажи для продажи для рынка и учитывая как развивается инстаграм как развивается фейсбук что они туда все время вшивают и как они это делают но пройдет еще несколько лет когда все это глючить перестанет и это будут очень крутые большие такие социальные сети торговые площадки когда ты заходишь в инстаграм сразу в нем можешь все купить у тебя там привязана карта ты видишь все товары ты подписан на магазины которые тебе интересно и на лидеров мнений которые тебе этот продукт подкидывают как бы ты наблюдаешь за определенными конторами компаниями и людьми но скорее всего все выльется вот в такую песню да да и как бы принципе все к этому идет да потому что даже все но сейчас живут уже многие об этом пишут и те кто смотрит за там тенденциями моды и вообще как все прогрессирует уже есть же вот это понятие там инста-френдли то есть заведение должно быть инста-френдли потому что пожрать можно и дома а если ты куда-то идешь что тебе уже ну учитывая то как мы сейчас живем уже тебе хочется все таки где-то сфотографироваться возможно сделать селфи с человеком которого ты там год не видела вы встретили за чашечкой кофе ну и соответственно фоткаться в каком-то говне тебе не хочется и ты пойдешь туда где инста-френдли да блин что-то хотел еще вкинуть в эту тему все за точно под знаешь у нас такой мир с добавлением уже реальность с виртуальностью перемешивается короче вот все вот вот такое да да дополненная реальность дополненная реальность ну и а это как бы и прикольно ну раз раз это востребовано значит это нужно я а я хотел сказать что я не удивлюсь если в каком-то обозримом будущем в инстаграме появится подписка чтобы без рекламы сидеть по-любому ну вот youtube же сейчас это и сделал они сделали youtube премиум чтобы сидеть без рекламы но видел сейчас по новым правилам я не знаю я просто размещаюсь на youtube да и я монетизирую свой контент вот если раньше ты ставишь ну без монетизации не монетизировать ролик в твоем ролике реклама нет а сейчас если ты не монетизируешь ролик в твоем ролике все равно есть реклама который ставит сам youtube когда я слышал который ставит сам youtube но и все это сделано для того чтобы люди покупали youtube премиум ну и соответственно чтобы площадка могла все равно на тебе зарабатывать ну как бы там ну вот такое опять же там как ты не согласишься ну конечно они же вот у меня же есть канал на ютубе у меня два канала я же когда-то давно еще когда начинал какие-то ролики связаны с мэнли club выкладывал на отдельный канал который так и называется мэнли club и я себе создал отдельно youtube youtube канал мистер менли чтобы от своего имени иметь возможность комментировать какие-то ролики что понимали что это мистер менли комментирует не сама фирма а именно я как личность ну который имеет отношение к фирме ну и плюс на мистер менли все мои каналы которые подписки мои которые я смотрю там слушаю подкасты и так далее и мне же приходили все эти оповещения что они меняют политику конфиденциальности они меняют пользовательское соглашение и что я обязан на это как-то отреагировать либо если никак на это не реагируют то значит я принимаю все эти условия ну то есть а как их не принять то есть это либо пользуешься сервисом дата ну либо сидишь на ютубе без без там возможности комментирования и всего прочего с другой стороны как для там создателя контента да в принципе они тебя подталкивают на то чтобы ты создавал качественный контент был креатором то есть знаешь ну как бы тебя задевает эта тема типа такой я записал ролик блять youtube на нем зарабатывать но как так гитар рекламодатели да и соответственно ты будешь стараться делать так чтобы зарабатывать самому с этого ролика для того чтобы зарабатывать самому нужны какие-то определенные да там условия с твоей стороны заключение с ютьюбом то есть у тебя должно быть столько-то подписчиков у тебя должно быть столько-то часов просмотра ну когда тебе включают монетизация и должен соответствовать таким либо таким 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 требованиям во первых это стремление соблюсти все эти требования. Все эти требования – это шаги роста твоего канала. Плюс с рекламы ты можешь заработать нормально, если этот ролик нормально смотрит. Ты заинтересован в том, чтобы его нормально смотрели и чтобы на нем зарабатывал ты, а не кто-то другой. И поэтому ты стараешься соблюдать авторские права, любые авторские права, где ты используешь чужой контент, музыку, возможно, какие-то вставки, еще что-то. То есть, в принципе, это приучает тебя, ну, блин, какой, как это сказать-то? Блядь, слово вылетело из головы. Ну, не нарушать права других людей, да? То есть, блядь. Как это было? Интернет-этика. Ты хотел быть этичным, короче. Ты хотел толерантность какой-то сказать? Нет, тут больше не толерантность, тут, наверное, какая-то самодисциплина. Деловая этика, да. Деловая этика, да. Именно вот этика, ну, мы привыкли быть правильными и соблюдать, да, там быть этичными в обществе, и то не все, да, в реальном. А это ты в виртуальном тоже думаешь об авторских правах других людей, то, что ты как бы чем-то задеваешь, когда ты просто воруешь, да. Вот, ты включаешь мозг, как тебе найти какую-то музыку, чтобы ты с этого зарабатывал деньги, а не кто-то другой. То есть, соответственно, а такая музыка есть, она есть на площадках, либо ты ее можешь купить и обрести авторские права. Есть площадки, где это не очень дорого, как бы, и, ну, и получается, что ты молодым музыкантам сразу платишь, да, там, за их творчество. Это же тоже классно, вот. Либо ты можешь взять музыку тоже молодых музыкантов, которые размещаются, они не берут за это деньги, но они просят указать на них ссылку. Ну, есть куча каких-то таких моментов, и это культура. Это культура поведения в сети, вот. Вот, культура поведения в Ютьюбе. Тут как раз нет какого-то такого, что, блядь, они прям вот навязывают, чтобы я рассказывал только про негров и пидорасов. Ну, как бы, нет, этого нет. Это, наоборот, ты учишься делать грамотный контент. И, соответственно, если ты хочешь продвинуться в Ютьюб, вот, чем мне нравится эта сеть, то ты должен приложить усилия, а не просто, блядь, заплатить денег, чтобы тебе налайкали куча каких-то ботов, и ты поднялся. Ты не поднимешься в Ютьюбе таким образом. Ютьюб совершенно по-другому развивается, и вот в этом, ну, очень классная фишка. Чем мне нравился в своё время живой журнал, тем, что там тоже нельзя было контент создать, блядь, на коленке. То, что ты такой... Ну да, там прям писать надо было, тебя должны были читать. Да, тебе надо было писать, тебе надо было делать HTML-код, правильно, форматирование, для того, чтобы здесь было, блядь, курсивом подписано, здесь выделены строчки, здесь фотография вставлена сбоку, например, на странице, здесь по центру страницы. То есть ты мог сам создавать контент, ты верстал, ты занимался версткой своей страницы. И это было круто, ты её оформлял. И у кого она круче оформлена, у кого это красивее написано и качественное содержание, то того и репостили, того и комментировали, на того и подписывались. А сейчас это просто, блядь, какая-то пизда губастая сфоткалась на дорогой iPhone, который, блядь, мне кажется, ну, вообще ничего не надо. Ты кнопку нажал, а он за тебя всё сделал. В Instagram хуйнула и написала, бля, я в маковом поле, лайк тайм. Тегните там, блядь, пять моих последних фотографий и напишите комментарий, а я вот сделаю то же самое и добавляйтесь в наш чат активности. И такие же губастые пёзды с маковыми полями друг друга полайкали, покомментировали, и всё-таки, и все комментарии, подписываюсь под каждым словом, ой, прям до дрожи, вот отозвалось, вот прям вот отзывается каждое слово, ой, ты такая, Настюша, молодец, а ещё там, а куда вы едете, или там, и, короче, и прочая вот эта срая. Юлечка, ты как всегда прекрасна, ой, ты моя красавица. Ну и, короче, губастые пёзды комментируют губастых пёзд, потому что, кроме самих себя и маковым полям, они нахуй никому не нужны. Да, у меня всегда ещё козитивный персонаж. Хороший какой-то подкаст. В прошлом они были мразили. Да, немножко ненависти с субботним утром. Меня, наверное, не будут слушать, дамы. Я говорю, немножко ненависти с субботним утром ещё никому не мешало. Будут слушать, наверное, воскресным утром, а не субботним, ну, тоже хорошо. Ну, я про сегодняшний день, да. Но меня всегда ещё смущало, у меня когнитивный диссонанс всегда, когда картинка максимально не соответствует тексту. Сейчас же пошла какая-то повальная мода на полотна, на какие-то горы текста псевдофилософской воды, то есть там какие-то размышления о бытие, то есть фото девушки в купальнике, ну, к примеру, я такое часто просто видел в рекомендациях, а там полотно текста просто там размышления какие-то об отношениях и так далее. То есть я как бы не берусь оценивать, меня просто это количество текста просто сразу сбивает с толку, то есть я просто не понимаю, как это связывается между собой. И как бы может там даже есть какой-то здравый посыл, может есть блогеры какие-то или блогерки, господи Иисусе, может у них там прям есть мысли какие-то ценные, возможно, в голове что-то есть, то есть, ну, мне трудно. Но я когда вижу вот эту гору текста, а потом фото в купальнике, я просто даже не берусь это читать, я просто не понимаю, зачем это надо. Это надо для того, чтобы ты задерживался на контенте, то есть это работа на алгоритм Инстаграма, а не на аудиторию. А, даже так. Ну, чем больше, там просто есть некоторый ряд показателей, которые, если ты соблюдаешь и им соответствуешь, то алгоритм тебя показывает чаще, то есть, ну, делает твои посты более, ну, больше вовлеченности, и тогда ты раскручиваешься, как бы тебя видят другие люди. Ну, это как раз вот карусель, которую ты начинаешь листать фотки, то есть ты листаешь ленту снизу вверх, пальцем скроллишь, а когда ты тормознулся и, например, держишь палец на публикации какое-то время, когда ты начинаешь мотать в стороны, это значит, ты заинтересовался и листаешь, что там дальше. И сам текст, когда ты нажимаешь кнопочку «развернуть дальше» и задерживаешься какое-то время, прежде чем продолжить скроллить, это всё учитывается алгоритмом, вот это твоё поведение. То есть, если ты обратил внимание, и чем больше ты там продержался, а, возможно, потом лайкнул, добавил в избранное, в закладке, и написал комментарий, то да, это всё идут плюсы к публикации. И чем больше таких публикаций, чем больше людей вот так отреагировало, тем быстрее эта публикация попадёт в рекомендованное, тем, ну, там, увидят её другие люди в своей ленте. Ну, короче, такая фигня. Ну, с точки зрения маркетинга, я понимаю, ну, как это должно работать, и теперь понятно, почему повальная мода пошла на эти горы текста, и почему все эти горы текста всегда заканчиваются каким-то вопросом к аудитории. А давайте обсудим это в комментариях. Ну, мне кажется, что скоро всему этому придёт конец. Они просто уже надоели, как бы они вот выжмутся, останутся сильнейшие, а эти, ну, там, кто-то повесится, потому что ничего не получилось. Кто-то, возможно, будет искать себя в другом. Ну, а кто-то останется со своей аудиторией, потому что такой тупой и глупой аудитории, ну, всё-таки у нас больше половины населения. Им это заходит, им это нормально. Ну, видишь, всё-таки, насколько это, насколько изменилось вообще отношение к людей, не только, ну, к миру, но и к собственной, ну, собственной мерило самооценки, как изменилось. То есть многие теперь меряют своей крутостью количеством подписчиков или количеством лайков. Ну, то есть это за этим интересно наблюдать со стороны. Ну, вообще на данный момент это просто, знаешь, как прикольное наблюдение. То есть ты понимаешь, что мы сейчас двигаемся в каком-то таком направлении. Непонятно, к чему это приведёт, но точно уже всё изменилось. То есть мы сейчас оцениваем какими-то цифрами, то есть по факту маркетинговыми. То есть подписчики, там, аудитория, посещаемость, там, я не знаю, взаимодействие, там и так далее. И на основании этого люди, которые продвигают просто себя, свой лайфстайл какой-то, уже оценивают свою крутость. Ну да, и если человек-блогер, например, которого читает много народу и которого узнают на улице, то это то же самое, что раньше была рок-звезда, а в каких-то моментах даже покруче. Так что, ну, как бы крутые блогеры, опять же, они каким-то образом поднялись, ну и среди них, мне кажется, мало каких-то глупых людей, да? Они там прям добились. Ну, если мы не будем учитывать, что продвижению в социальных сетях поспособствовала, например, их какая-то актёрская деятельность или другая, где они и так были узнаваемы, а который просто вот был никем и стал всем, но это прикольно. То есть кому-то соцсети позволяют как раз себя показать не только на сцене, да, но с каким-то хендмейдом, с каким-то увлечением, с какими-то мыслями, блин, ну, это кайфово. Мы хотели поговорить про бородатую штуку, одну лекарственную, а у нас целый выпуск посвящён социальным сетям. Ну, сейчас перейдём. Я просто хотел уже подытожить, вот я вот так это обсуждаю, видя какие-то условно тренды, я каждый раз корю себя, что я слишком мало времени уделяю Инстаграму, к тому же и так далее. То есть я объективно понимаю, что нужно много сил, времени. Я тебе могу сказать, что подсказать, ну, вот прям даже пусть может слушать, я бы не сказал, что я там какой-то прям гуру, и я в теории знаю больше, чем применяю это на практике, но Инстаграм, кстати, если, например, ты поставишь себе целью делать хотя бы там две публикации в неделю, ну, и такие, которые людям будут интересны, да, там по уходу, описание твоих средств, возможно, с какими-то личными примерами, пару-тройку фотографий в пост, как я тебе говорил, как карусель, да, ну, то есть чтобы вот он был осознанный, то у тебя нормально будет контент заходить в твоей аудитории и распространяться, потому что, если ты будешь писать это каждый день, а потом, например, не писать, то, когда ты пишешь каждый день, ты сам себе, ты, как сказать, создаёшь конкуренцию между своими публикациями внутри своего поста. Понимаешь? То есть и алгоритм не знает, какую из публикаций показать твоим пользователям, и на основании реакции на эту публикацию он какие-то вообще занижает, а какую-то продвигает. А когда ты их не чистишь, то шанс, что эту публикацию увидят все, кто на тебя подписан, намного выше. Потому что он её воспринимает уже как за дефицит. То, что этот человек пишет редко, типа, ну, пусть будет метко. Я понял. Вот, то есть нужен какой-то системный подход и определённая цикличность, чтобы было комфортно и мне, и при этом, чтобы... Да, когда алгоритм видит, что идёт постинг, как это сказать, по расписанию, грубо говоря, в определённое время, с определённой периодичностью, пускай даже редко, то он может быть намного круче, чем ты будешь постить каждый день, что-то из себя там высирать и выжимать. Понял, спасибо. На самом деле, я никогда не думал об этом, вот с такой точки зрения. Хорошо. Так, давай тогда у нас какое-то время осталось ещё. Точнее, у тебя осталось. Я там могу ещё посидеть. Давай, наверное, всё-таки обсудим многострадальный миноксидил. Давай. И у меня сразу такой вопрос. Я хотел бы, знаешь, начать сначала. Вот когда миноксидил появился в твоём информационном поле, ты помнишь это? Когда ты вот узнал о нём или узнал, что кто-то применяет из знакомых, либо хотел применять? Я о нём узнал, наверное, ну, года два, может быть, назад. Серьёзно? Да. Я просто очень давно о нём знаю, поэтому я думаю, спрошу тебя. И узнал я о нём от клиентов, потому что, так как я занимаюсь продажей косметики для бороды, да, уходовой, то клиенты, которые никогда не сталкивались там с маслами, бальзамами, чаще всего такие, которые хотят попробовать, либо у которых плохо борода растёт, а они хотят бороду, они где-то это слышали, и они к тебе за этим обращаются. И только после этого я стал гуглить, попадать на какие-то такие вот, типа, рекламные какие-то ролики, но я своим клиентам сказал сразу, что я не аптека, я, ну, как бы, если у вас нихрена не растёт, то как в мультике про барону Мюнхгаузена всё равно ничего не получится, и, типа, вот у меня уходовые, а не волшебные. И сам я его никогда даже в руках не держал, не пробовал, и никто из моих знакомых им не пользовался. Ну, то есть, я, грубо говоря, не изучал этот вопрос, но на 90% всем, кто меня о нём спрашивал, я говорил, что это какая-то шляпа. Ну, это не совсем шляпа, даже я бы сказал, далеко не шляпа. Но ты как-то, ну, я просто думал, может, ты раньше о нём услышал, потому что, по моим личным ощущениям, бум на миноксидил был где-то году 2015, на самом деле. То есть, вот я первое своё средство для укладки усов запустил, ну, как, грубо говоря, да, сварил впервые в феврале 2014 года. И тогда на украинском рынке ничего практически не было. Вот, то есть, я, конечно, попал, ну, я как-то вовремя, да, то есть, то, что я использую себя в маркетинге, First Ukrainian слоган, то есть, да, я был первым украинским брендом, который что-то сделал хендмейт, я ещё тогда не был, конечно, брендом, сделал что-то первое для усов, бороды там и так далее. У меня не было вообще конкурентов, и на рынке ничего не было. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что я был первый, обо мне первом узнали. Плохо то, что мне не с кем было конкурировать, я не знал трендов, я не знал, на что мне равняться, то есть, я пытался смотреть на Запад, не было никаких ни ресурсов русскоязычных, украиноязычных, ничего не было. И вот первые барбершопы там, которые начали в Харькове, в том же появляться, у них не было на полках косметики для усов, бороды, вообще ничего не было. То есть, может, были уже какие-то сайты, которые импорт какой-то привозили, но они были либо непопулярны, либо не раскручены. То есть, первое средство для бороды я попробовал свое. Ну, то есть, понял, вот настолько. Ну, то есть, тогда вот чуть-чуть раньше меня в России появился бородист с восками для усов, потом вот я появился, и какие-то первые конкуренты стали появляться у меня через полгода, может, даже чуть позже. И то, потому что я появился, и люди, которые занимались каким-то другим хендмейдом, увидели, что есть какая-то незанятая ниша, и можно ее попробовать. И кто-то остался, кто-то схлопнулся, но те, кто были вот в том году, когда я начинал, я не знаю никого, кто бы остался на рынке. То есть, ребята, которые чуть позже появились, там, 15-16 год, кто-то зацепился и остался, и кто-то развивается активно. И это круто, что мы развиваемся разными путями, и что мы, конкурируя по каким-то одним позициям, мы все равно самобытным. Ну, это так, это лирическое отступление. И в то же время, когда уже у меня появились, там, первые бальзамы для бороды, активно начал продвигаться минексидил. Причем, продвигаться через каких-то, типа, как бы это сказать, то есть, не было никакой фирмы, которая его продвигала, просто начался бум на бороду, и было много чуваков, у которых борода не растет, и они хотят бороду, и так далее, и начался бум на минексидил. И кто-то начал его завозить и продавать. то есть... Наркодилеры, короче. Да, 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 дилеры начали появляться. И вот тогда был жесткий бум на минексидил, и у меня даже в 2015-2016 году были брифы, то есть, заготовленный текст ответа по поводу своей продукции. То есть, мне, например, писали, что вот я ищу средство какое-то для ухода за бородой, у меня там плохо растет, и вот у вас написано, что ваша косметика помогает улучшить рост бороды. Этот эффект будет похож на минексидил или нет? И так далее. Потому что, вот как ты сказал ранее, люди не совсем понимают, что как работает. Вот. И мне приходилось объяснять. И, ну, пришлось погрузиться, что это такое, как минимально. Но я сейчас вот, там, на прошлой неделе, я почитал немного про минокс, и понял, что некоторые мои внутренние какие-то выводы минексидиля тоже были неправильны. Вот. То есть, в чем прикол? Минексидил, это фарма, которая, ну, сам компонент, активный компонент минексидил, он так и называется, он вообще, его изобрели в конце 50-х, его синтезировали. Изначально минексидилом хотели лечить язву желудка. То есть, вот тогда, когда он появился, это конец 50-х, начало 60-х, провели испытания на собаках, язву он не лечит. Окей. Но оказалось, что у него очень явно выраженное сосудорасширяющее свойство. То есть, он использовался потом для понижения артериального давления. То есть, ребята поняли, что вот его можно в этой сфере применять. И начали проводить испытания какие-то, и оказалось, что у него есть странный побочный эффект. Он во многих случаях, это при принятии внутрь, приводит к гипертрихозу, то есть, к повышенному росту волос. Вот такая очень явная побочка. И они поняли, что, ну так как это очень большой процент этой побочки был, а что если его применять местно, этот минексидил, возможно, можно бороться с каким-то облысением там и так далее. И придумали двухпроцентный раствор применять. Сначала я вот вычитал, его испытали вообще на макаках изначально. Потому что у макак вот это лысение, оно максимально похоже на лысение у чуваков. Это называется облысение по андрогенному типу, когда с макушки начинают волосы лысеть. Вот. Провели испытания, в результате это все долго было, что продукт запустили аж в 96-м году. То есть назвали его рогейн или рогаин, ну рогейн он назывался, это брендовое название. Это был двухпроцентный раствор минексидила. И почему он не совсем фарма, потому что ему дали статус безрецептурного применения. То есть он как бы на стыке фарма и косметики, потому что его можно, любой человек может купить без рецепта. Вот. И на самом деле минексидил работает. И он работает как причем как на парнях, так и на девушках, только девушки по андрогенному типу лысеют значительно реже, поэтому в основном применяют для мужиков. В общем, прикол в чем, это курс. И сначала применялось для головы, ну для от облысения. то есть чуваки покупают полугодовой курс через полгода, а где-то как раз через полгода, где-то через 3 месяца ты видишь, что какой-то эффект есть, и только через полгода уже вырастает нормальный какой-то темный волос, который набирается пигментом и так далее. Но проблема какая, что он-то работает, но если ты прекращаешь пользоваться, идет деградация выросших волос, и у тебя происходит синдром отката. То есть по факту, если ты хочешь ходить с красивой шевелюрой, то тебе нужно курсить все время. То есть не постоянно, там нужно перерывы делать, но по факту ты подсаживаешься на эту иглу веноксидила. То есть это наркота. Словно. То есть тебе нужно курсить все время, чтобы тот эффект, которого ты достиг, чтобы его поддерживать. И в какой-то момент чуваки, как я понял, кто-то додумался, то есть а если мы на бороде попробуем? И сработало. С бородой тоже сработало. Хотя волосы на бороде, они отличаются по типу от волос на голове, то есть борода это ближе к ловковым волосам и так далее. Но миноксидил работает на любой участок тела. Ты можешь ногу мазать, она более волосатой станет. Прикольно. гипертрихоз по всему телу работает. Надо купить и помазать ногу. Да, да, да. Поиграть в хоббитов. Но это одна из побочек, кстати, миноксидила. При частом применении у тебя начинают волосы расти в тех местах, где ты бы не хотел. Например, на пальцах рук сильнее расти начинают. На ушах. Еще где-то волосистость повышается. И вот в то время, где-то в 2015 году у меня был клиент, я с ним до сих пор общаюсь, он постоянно ему привет, покупает продукцию. Богдан Федорчак из Одессы. Вдруг он слушает, привет ему. Вот он был явным, вот он был для меня первым человеком, который мне написал и говорит, слушай, у меня вообще не растет борода. У него, короче, росли только усы. И знаешь, вот в китайском стиле какой-то фучунь, знаешь, вот такие вот эти длинные усы вниз. Знаешь, такие, как у китайцев растут. А вот подбородок, щеки полностью голые, вообще ничего ему очень сильно хотелось бороду. Вот настолько сильно, что он мне там писал, говорит, слушай, а если я буду косметикой мазать твоей, у меня повысится рост, там, ну, я смогу как-то вырастить. А с косметикой есть такой нюанс, что, я может сейчас развею какой-то миф, но, вот эти все надписи, как бы, бальзам для роста бороды, масло стимулирующее, масло согревающее, масло для роста бороды, это, на самом деле, больше маркетинг, чем правда. Понимаешь? Ну, я знаю, что это маркетинг, это же не для роста, это для ухода, для, ну, как бы. Да, это уходовое средство, то есть, то, что растет, то, что растет, будет расти там мягче, послушнее, ну, качественнее, скажем так. Ну, шампуни, они же не для роста, или там, какие-то... Не, ну, шампуни чисто моют, не, шампуни это моющее, они, их основная цель, это очистить кожу головы, или кожу волос. Не, я имею ввиду, на шампунях же не пишут, что они для роста, знаешь, на кондиционерах же не пишут, что они для роста, на всяких пенках для волос тоже же не пишут, что они для роста, блин, ну, понятно, но для бородатых штуках часто такое есть, я на просто это встречаю, и раньше это было, и новичков, которые на рынке появляются, они часто спекулируют такими фразами, то есть, что там, для здоровой бороды, ну, например, вот эта фраза, вообще, здоровая борода, это, ну, не совсем корректная фраза, потому что волосы, волосы, это омертвевшая структура, и он априори не может быть здоровым, ну, то, что мертво, здоровым быть не может, понимаешь, вот есть какие-то такие приколы, и вот в маркетинге очень любят это использовать, то есть, например, там, мы добавили экстракт какого-нибудь перца, оно обладает каким-то согревающим эффектом, а значит, будет лучше расти, или будет там вырастет борода лучше, ну, то есть, что-то в этом есть, потому что, ну, то есть, как бы, согревающий эффект, раздражающий эффект, массаж лица, когда ты наносишь бальзам, ты трешь кожу, это приводит к чему? Это приводит к тому, что повышается приток крови, к фолликулам, но это не приводит к появлению новых, ну, новых волосяных луковиц, это приводит к тому, что если у тебя были спящие волосяные луковицы, то спящие, это которые, знаешь, не пробились там, например, или еще что-то, то есть, их можно простимулировать, как бы, но вот этот вот аспект, наличие спящих волосяных луковиц, есть ли они у тебя, и как их много, это настолько, знаешь, такой вопрос, зависящий только от генетики, ну, что скорее нет, чем да, то есть, если да, что-то выросло, но у тебя есть какой-то очаг небольшой, пустующий, ну, например, там, проплешная какая-то маленькая на бороде, возможно, поможет, потому что, даже у меня, плохо росло под губой, я регулярно использую свои бальзамы, на которых не написано для усиления роста, или еще что-то, то есть, через какое-то время у меня начали пробиваться волоски, ну, потому что я активно мажу, активно, типа, тру эти места, и по факту, приток крови усилился, и чуть больше волос выросло, но это не, знаешь, не полная борода выросла, так вот, вот этот Богдан, он заказал курс миноксидила, тогда еще миноксидила толком не было в Украине, он заказал спамейт с России вообще, ему приехало, и он мне скидывал фотки, у меня вконтакте, в переписке, до сих пор висит там все эти фотки, как он курсит, и какие он получает результаты, и реально, где-то со второго месяца у него начал появляться пушковый волос, знаешь, такие пушочек такой, потом, типа, несколько месяцев этот пушочек рос, набирал пигмент, и где-то через полгода у него уже была, в принципе, бородка, я, честно говоря, офигел, но я сейчас не говорю о побочке, с которой он столкнулся, была побочка, но он вырастил бороду, он получил то, что он хотел, и потом он еще докупил немножко средства, и еще несколько месяцев курсил, понижая дозировку, то есть, реже, меньше, поддерживая эффект, отращивая бороду, потом сделал перерыв, где-то, я не помню, где-то 4 месяца или полгода, он сделал перерыв, у него случился эффект, вот эта, деградация отката, но в случае с бородой, как я понимаю, деградация происходит в меньшей степени, то есть, если на голове 100% откат, а то и хуже может быть, ну, то есть, понял, еще сильнее посыпятся волосы, и надо опять потом курсить, то в случае с бородой эффект отката ниже, то есть, он там бывает 80%, там, кому как повезет, 50%, но часть волос ты сохраняешь, и вот у него случился там эффект отката, часть бороды посыпалась, он там спустя какое-то время опять покурсил, но в результате я вот с ним общался недавно, он у меня заказывал мыло для бороды и микстуру, и он мне скинул фотки, у него полноценная борода, вот сколько времени прошло, он периодически подмазывает миноксидилом, там условно раз в несколько дней, чтобы поддерживать какое-то, ну, воздействие этого средства, и у него все хорошо, и я типа был в шоке, то есть, средство правда работает, то есть, это не миф какой-то, и, но у него есть определенные побочные эффекты, с которыми сталкиваются, ну, начиная от того, что аллергия у многих на миноксидил, в целом, ну, то есть, просто аллергия может быть на это средство, потому что достаточно агрессивный, активный компонент, почти у всех, зудит, шелушится, чешется, очень сильно сохнет кожа, повышается рост волос в неожиданных местах, это самое такое мягкое, у кого-то могут быть там головные боли, слабость, особенно у людей с пониженным давлением, как ты помнишь, это сосудорасширяющее средство, то есть, у чуваков, у которых пониженное давление, например, ну, он противопоказан, ну, то есть, есть, как бы, побочка, и тут вот нужно понимать, насколько твое желание бороды или какого-то улучшения ситуации, насколько вот это готово мириться с побочкой, и то, что это тебя обязывает регулярно пользоваться, то есть, ты покупаешь курсы, ты должен там каждый день, там потом через день, но ты обязан вот прям сделать это частью своей жизни, ритуалом, не получится, знаешь, помазать недельку, забить, и там опять мазать, то есть, надо это делать регулярно, не все готовы это делать, понимаешь? Ну, тогда, ну, опять же, если там прям очень хочется бороду, и, ну, наверное, люди готовы, и, если, например, тебе хочется, даже когда она у тебя растет, тебе хочется ухоженную и классную бороду, тебе все равно приходится день через день за ней ухаживать, потому что если ты забьешь там на пару-тройку недель, то она все равно превращается в неухоженную бороду, и потом надо лечить волосы, как-то пытаться, да, как-то привести их в божеский вид, ну, мы не лечим волосы, мы их восстанавливаем, но да. Тебе надо там все равно ходить к мастеру, постоянно ее поправлять, потому что когда, ну, вот, вот когда я вижу, знаешь, вот именно прям такие бороды, как с картинки, я понимаю, ну, чаще всего этот человек идет только из барпершопа, вот, а если он ходит так постоянно, то, блин, это, ну, это реально уход, вот у меня, замечалось же, то, что я до определенного момента отращу бороду, а потом я ее стригу, потому что она у меня начинает так закручиваться, что я не справляюсь с этой частью ухода, короче, то есть меня вот эта тема бесит, то, что ее надо помыть, ее надо хорошо просушить феном, именно направляя волосы, как они должны лежать, да, потом мне надо ее там и маслами попользовать, и бальзамами, и еще чем-то, и плюс я заметил то, что не всегда, ну, то, что есть определенный ряд, от мыл и уходовых средств, которые конфликтуют между собой, то, что у меня начинает чесаться борода, зудеть, ну, такие моменты тоже, потом бывает такое, что, если я пользуюсь одним бальзамом определенное время, там, пару недель, то у меня есть тоже фишка такая, что она начинает болеть, вот, как это там сказать, корни волос, наверное, да, они становятся такими, что ты так вот нажимаешь на волосы, и тебе прям больно, ну, вот такой зуд, и надо что-то менять, короче, потом ты иногда чувствуешь, что оно пересыхает, хотя ты вроде мажешь, ты начинаешь менять средства, и в принципе, вот это вот уход за бородой, не знаю, как у тебя, я постоянно пользуюсь чем-то разным, я все время их меняю, миксую, вот мне заходит, 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 потом уходит, блядь, надо что-то менять, короче, плюс мыть, а если, вот, я не буду сейчас там рекламировать, какие-то бренды, там, фирмы, да, но мыло для бороды, оно получается, вымывает не только уходовое средство, но и твои жиры с волос, которые волосам необходимы, и то, если после мыла, ну, если ты мыло будешь использовать ежедневно, и ничем не мазать, то бороде тоже кранты начинаются, оно пересыхает, оно начинает сыпаться, прям вот какой-то перхотью, все шелушится, то есть, ну, и, блин, куча вот этих моментов, но сейчас я все-таки решил, ну, я сейчас заморачиваюсь с уходом, потому что сейчас опять стою на том периоде, когда бородона начинает сильно закручиваться, и если ей не придавать форму с помощью, там, бальзамов, фена, своевременного, как это сказать, воздействия на нее, то есть обычно, знаешь, ты такой помыл, полотенцем ее там протер, короче, и пошел тусить, а потом вспоминаешь, бля, надо чем-то помазать, а она уже высохла, и высохла не так, как надо, то есть она уже вся закручена, и вот на этой стадии с ней тяжелее работать, нежели ты ее просушил феном и сразу поработал бальзамами, вот, блин, и сейчас вот, вот знаешь, когда я делаю все правильно, и там каждый день, то я вижу, что в принципе ее и ровнять не надо, и пусть она растет, ну, то есть все получается, но когда ты на это на пару-тройку дней забиваешь, и потом смотришь на себя в зеркало, ты видишь там, бля, домовенка Кузи, видишь, бля, ну, и проще пойти, да, постричь, ну, и также, наверное, с миноксидином, если ты хочешь, чтобы у тебя была борода, тебе нужен все время уход, если ты хочешь ходить гладко выбритым, тебе надо каждый день этим заниматься. Ну, тут знаешь, вот я погрузившись немножко в эту миноксидиную тему, я понял, как он работает, ну, то есть это еще, наверное, полчаса рассказывать, как он работает. Не надо, не надо. Да, 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 то есть, ну, я сейчас такие какие-то, может, сейчас общие какие-то рекомендации, сейчас скажу просто, ну, я когда погрузился чуть больше, я даже, знаешь, немножко удивился, почему так мало людей пользуются миноксидином, вот честно. То есть, я сейчас не пытаюсь его прям рекламировать или прям всем советовать, но, знаешь, вот сейчас какое-то время там стала модная пересадка волос, там, ну, лысеющие парни стали часто что-то в Турцию мотаться, появилась какая-то повесточка условно, то есть там, куда ни глянь, какой-то, ну, то ли блогер, то ли там стендапер, то ли еще кто-то, съездил в Турцию, пересадил себе волосы, там, или еще что-то. Я такой думаю, ну, блин, странно, что миноксидином так мало людей пользуются, либо они не признаются, либо в моем кругу общения просто нет таких людей. Ну, это достаточно, возможно, муторное, но все-таки работающее, ну, не для всех, скажем так, но работающее средство. То есть, если у кого-то жесткие проблемы именно с ростом, и это не связано с гормональным внутренним фоном, потому что миноксидин, не влияет на гормональный фон, то есть, если это не связано с тестостероном, там, не связано с какой-то жесткой генетикой, то есть, ну, знаешь, есть все-таки какие-то вещи, которые максимально зависят от генетики, то есть, это и расовая принадлежность, то есть, ну, мы же можем объективно сказать, что у каких-то там ребят с Дальнего Востока или с Азии борода там хуже растет, да, чем у скандинавов там или еще у кого-то, ну, условно. Вот. То есть, если вот это не какая-то вот такая жесткая история, то есть, и это просто почему-то так случилось, то можно спокойно сходить к трихологу, пообщаться, сделать, может, какие-то анализы, ну, то есть, понять, что все-таки рост волос, ну, это просто так, так получилось, ты такой родился, то есть, что у тебя с гормонами все нормально, что ты, в принципе, здоровый человек, но ты хочешь улучшить ситуацию, поправить там, чтобы борода росла качественно, это миноксидил достаточно, ну, работающая альтернатива, то есть, можно сделать пробу миноксидила себе на кожу, если у тебя там через какое-то время не появилась аллергия, можно попробовать покурсить, то есть, это, то есть, достаточно эффективное работающее средство, и он работает в других плоскостях в сравнении с косметикой, то есть, если кто-то начнет курсить миноксидил, то это не значит, что ему придется отказаться от ухода, наоборот, на курсе миноксидила придется закупаться маслами, бальзамами, восками и так далее. Вот почему ты по нему рассказываешь. Да, 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 конечно. По поводу общих каких-то рекомендаций по уходу, я заметил, вот ты там сказал, что у тебя борода завивается и так далее, я мою бороду мылом тоже, но в чем прикол, мыло лучше шампуня, потому что шампунь, в шампунях есть вот эти слесы и так далее, это содиум лариоцульфаты, они еще сильнее вымывают бороду, после шампуня борода более пустая, например, чем после мыла. Мыло все-таки, но если это натуральное мыло на растительных маслах, причем не обязательно моего бренда, то есть от любого хендмейд мыла, если оно сделано с большим содержанием масел, причем каких-то нормальных, типа оливка, кстати, неплохо тоже работает там, там оливка, кокос какой-нибудь, даже базовый какой-то набор масел, оно все равно будет со щелочью, потому что по-другому мыла не сделаешь, но оно будет более мягче работать, будет меньше вымывать, и после такого мыла борода уже достаточно будет такая плотненькая после умывания. То есть я сейчас решил сделать небольшой перерыв, я просто тестил много штук на бороде, там, при последний месяц, я сейчас ничем не пользуюсь, я только мыло мою, просушиваю полотенцем и сушу феном, но важно еще уточнить, нужно сушить холодным воздухом, горячим воздухом фена не рекомендую, потому что горячее воздействие, оно все-таки негативно сказывается на волосах, поэтому наша цель не высушить, как на голове волосы, знаешь, обдувая, чтобы быстрее было, бороде достаточно сдуть, капли, потому что на бороде волос более жесткий, и нам не нужен этот горячий воздух, нам нужен холодный воздух, просто сдуть капли, которые в бороде засели, понимаешь, в чем я? то есть борода не так впитывает воду, как волосы на голове, то есть мы ее вытираем, основную часть жидкости полотенца промахнули, и холодным воздухом сдули остатки, и все, этого вполне достаточно, вот, особенно если длинная борода, достаточно снизу направить холодный поток воздуха, и борода приобретет нужную форму, и не потеряет в объеме, но при этом мы никак не повредим ее, вот, то есть вот это одна из таких главных рекомендаций, а потом уже на подсушенную, либо даже промокнутую бороду полотенца, можно уже наносить какое-то средство, масло, бальзам уже, любой желаемый, там, а уже после масла бальзама, если нужно, еще и воском полирнуть, когда впиталось масло. У меня сейчас та стадия, когда своим весом волосы еще не будут давать форму, но именно своей длиной, как вот у тебя, например, да, они уже висят, ты уже можешь чуть-чуть даже полирнуть маслом, и у тебя будет форма, потому что они оттягиваются, и волосы становятся тяжелыми, и такое хоп, ровно, у меня волосы сейчас сильнее, чем какое-либо масло, жесткие. Да, я понимаю, то есть они у тебя вьются, и своего веса даже не хватает, чтобы выровняться, я понимаю. Но я еще, кстати, хотел еще, многие очень переживают, когда после там умывания, нанесения какого-то средства, большинство средств для бороды все-таки на масляной основе, ну, восково-масляной, масково-восковой, либо даже жидкое масло, все равно это что-то, это жир какой-то по факту. Многие сильно переживают, когда на руках или там в умывальнике остаются волосы, ну, что борода, как это, ну, и многие думают, что борода лезет. То есть, но то, что волосы, часть волос выпадает, это нормально. 70-80 волосков в день, выпадающих с головы, это считается нормой вообще. То есть, бородой, наверное, по бороде я процент не нашел, честно говоря, но я думаю, он чуть ниже, то есть, потому что борода в целом, там, фолликул чуть меньше количества. Но в любом случае, то есть, если какие-то волосы остаются у вас в умывальнике, ничего страшного, это нормально, потому что у волос, у волосяной фолликулы, вообще у роста волоса, есть цикл жизненный. И всегда, вот там он состоит из трех стадий, это цикленный, это цикл. И вот в третьей стадии, то есть, есть цикл роста волос, называется, если я не ошибаюсь, как-то анаген, есть промежуточный, когда рост остановился, но волосок остался в фолликуле, называется, так сейчас, катаген, да. И есть третья фаза, это когда волосок отделяется от фолликулы и выпадает, называется телоген. Вот в телогене всегда находится 15% волос, 15, 85% растут, 15 уже все, уже сдались. Понятно. Так вот, наша цель, когда мы чем-то пользуемся, то есть, что делает миноксидил, вот его еще основная фишка, он кроме того, что стимулирует появление новых волосяных фолликул, да, он удлиняет фазу роста волос, вот этого первой фазы, анаген, в которой находится 85% волос. И поэтому у тебя на лице остается больше волосков, понимаешь? То есть, у тебя новые растут, старые продолжают расти, а вот этот вот телоген, когда 15% должно осыпаться, он отдаляется, эта фаза отдаляется, поэтому борода вырастает. Вот в этом круто, что миноксидила, потому что мы, когда стимулируем, ну, косметикой, мы увеличим приток только капиллярной крови, то есть, мы не влияем там на другие сосуды, которые там калий переносят, там накалевые каналы какие-то, или еще что-то. Ну, в общем, то есть, я не буду поражать сильно. То есть, мы тоже как-то удлиняем вот эту фазу роста, вот этими массирующими движениями и так далее. Но при этом все равно есть фаза выпадения, и не стоит этого бояться, это нормально. Конечно, если в умывальнике остается какое-то катастрофическое количество, прям каждый раз проводишь, у тебя волосы стоят в руках, это, конечно, уже какой-то звоночек. Надо либо... Звонить сантехнику. Поменять... Да, либо менять средства, либо обращаться к врачу, либо еще что-то, но в любом случае. Либо обращаться к сантехнику, чтобы он почистил вам раковину. Ну да. В общем, бородатая тема очень прикольная, интересная, и она на самом деле очень простая, хотя про нее можно говорить сложно и долго. Интересный получился у нас выпуск. Да, мы намешали всего. Про соцсети, маковые поля и... Блин, знаешь, я уже... Я себя ловлю на мысли, что вся вот эта история у меня как-то в голове все структурировано лучше. Я когда пытаюсь себя ужать в какие-то рамки, я начинаю цепляться за разные кусочки темы, давая чуть больше лишней информации, где не нужно, а где-то не договариваю. Ребята, если вся эта история кому-то показалась очень скомканная, я извиняюсь, ну, как смог, так сказал. Возможно, где-то ошибся. Если кто-то хочет меня поправить, поправьте. я не врач, не трихолог, я как бы больше познаю все на практике. Ну, на себе все испытываю, поэтому говорю, что сам, так сказать, приобрел. Возможно, где-то заблуждаюсь. Смотри, у меня еще такой вопрос. Ты подкасты заливаешь на свой канал куда-то? Да, конечно, я дублирую на свой мэйв. Я, честно говоря, знаешь, я пока не знаю, что мне с этим делать. Ну, они, короче, есть. Они есть. И у меня даже есть статистика уже какая-то. И из наших всех подкастов на моем сервисе самый прослушиваемый наш второй подкаст. Хорошо. Наш второй подкаст послушало больше всего людей. Я думал, первый будет, знаешь, а на самом деле второй. У меня, это для подписчиков сейчас говорю, для слушателей. Если раньше я пиарил сильно SoundCloud, то по последнему подкасту, наверное, заметили, его на SoundCloud нет вообще. SoundCloud является площадкой дистрибутором, который раздает, и она платная. Я временно на лето перешел на мэйв, потому что подкасты выходят не так часто, а абонентская оплата не такая уж и маленькая за SoundCloud, поэтому на мэйв хранятся все подкасты. Подкасты, которые были записаны ранее, они есть на всех площадках, кроме SoundCloud, то есть их также можно продолжать слушать, и все новые наши подкасты будут выходить, опять же, на всех сервисах, кроме SoundCloud. Извините за неудобство, но я подумал, что на SoundCloud у меня есть 50 подписчиков, эти люди смогут послушать все-таки с какой-то другой площадки. И также все подкасты я лью на свой YouTube-канал. Вот такие пироги. Слушай, я решил, раз мы так затронули бородатую тему, а давай, мне давно просто было интересно, я просто не совсем понимаю, сколько бородатой аудитории, то есть у нас же все-таки бородатый подкаст, сколько бородатой аудитории слушает наш подкаст, мне не совсем понятно, потому что подкаст распыляется по многих площадках, плюс он есть у тебя и у меня, у меня-то понятно, что я никак не кручу свой мейф, у меня там уникальных слушателей, если 100 наберется, это круто, ну плюс учитывая длину подкаста, что он достаточно длинный, не все готовы это осилить. Вот мне просто интересно, сколько бородачей это все осиливает, я думаю, может давай сделаю промокодик какой-то скидочный, сейчас голосом проговорю это и любой человек мне бородатый может написать и приобрести мою продукцию со скидкой, я причем дам какую-то сейчас крутую скидку придумаю с головы, и это будет социальный эксперимент и плюс как бы я попиарюсь немного, я думаю ничего плохого в этом нет. Да, давай, и в описании к ролику мы не будем писать, что там есть промокод. Нет, нет, ничего не будем, то есть кто дослушал, давай даже дам крутую скидку, давай 40% на весь бородатый ассортимент. Нормально? Нормально, промокод какой? 40% 40% ребят, просто напишите мне либо на рабочую страницу на Мэнли Клаб, либо в личку на Мистера Мэнли, напишите я дослушал шестой бородатый подкаст, у нас же шестой? Да. Да, напишите я дослушал шестой бородатый подкаст до конца, хочу скидку, ну или это были бы все что угодно. Да. И мы с вами сработаемся. Все, давай тогда прощаться, у меня тут уже все начинается. Ну что, мужик, я хочу тебе пожелать хорошего отдыха, ты же все-таки едешь, как я понимаю, отдыхать. Да. Вот, хорошо тебе провести это время, подзарядиться, с новыми силами вернуться и обсудим потом в новом подкастике, как все у тебя это прошло. Да, хорошо, тебе желаю быстрее выпустить уже какую-то интересную линейку. как-то обновиться и чтобы вот все новое, это интересный старт и какая-то, как сказать, поднимается, начинается какой-то кипиш, кипиш в работе. Это прикольный бежуха. Вот, всем циркачам, харьковским, всем слушателям, бегунам, тем, кто за рулем и всем-всем-всем, кто с нами, ваш дачам, привет. и тем, кто в рейсе, не забываем про них. Все, пока. Да, всем пока, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok